Джая Радха Матхава Кунджа Бихари Гопи Джана Вала Апха Ирвара Тхари Яшодана Андана Враджа Джана Раджана Яшодана Андана Враджа Джана Раджана Ямуна Тира Ваначари Ямунатира Ваначари Джаяратх Матхава Кунджабихари Джаяратха Матхава Кунджабихари Гопиджанавалабха Ирварадхари Гопиджанавалабха Ирварадхари Яшодананданавраджаджанараджана Ямунатира Ваначари Джаяратха Матхава Кунджабихари Гопиджанавалабха Ирварадхари Гопиджанавалабха Ирварадхари Яшодананданавраджаджанараджана Ямунатира Ваначари Натира Ваначари Аре Кришна Аре Кришна Кришна, Кришна Аре, Аре Аре Кришна, 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 Кришна Джая, Джаганаджая Баладев, Джая, Супхадра Джаганаджая Баладев, Джая, Супхадра Джая, Горанитай Джая, Джая, Прабхупа 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 Привод Ом-намо-бхагавате-васудевая 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 Верховная Личность Бога в глубоком почти не склоняется перед тобой Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем читать, изучать и обсуждать деяния, связанные с Господом Его преданным. У нас заканчивается практически первая часть восьмой песни. У нас 12 глава Махини Мурти очаровывает Господа Шиву. И у нас 38 текст. Шри Бхагаван Увача, дистятвам вибудха шрештха, самнишском атманастхита, янмэстри рупая свайрам, махита апья ангамаяя, преданный Прабу есть желающий. Шри Бхагаван Увача, дистятвам вибудха шрештха, самнишском атманастхита, янмэстри рупая свайрам, махита апья ангамаяя, Матаджи. Матаджи. Хочет кто-то. Шри Бхагаван Увача, дистятвам вибудха шрештха, самнишском атманастхита, янмэстри рупая свайрам, махита апья ангамаяя, пословный перевод. Шри Бхагаван Увача, Господь Личность Бога сказал, дистятвам вибудха шрештха, лучший из полубогов, свам в своем, ништхам в прочном положении, атмана своего я души, хита ты находишься, яд, как мэ, мэ, мэо, стри рупая, появление женском облике, свайрам, вполне, махита, очарованный, апи, хотя, анга, о Господь Шива, маяя, моей энергии. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Ачабахтиданте с вами Прабхупады. Верховный Господь сказал, лучший из полубогов, хотя я, проявив свою энергию, принял облик женщины, доставил тебе неприятности, и ты прочно занимаешь свое положение. Позже тебе во всем сопутствует удача. Комментарий. Поскольку Господь Шива лучший из полубогов, он и лучший из преданных. В этом стихе Сам Всевышний воздает хвалу Господу Шиве и благословляет его словами. Позже тебе во всем сопутствует удача. Бывает, что Верховный Господь, заметив у преданного признаки гордыни, управляет свое высочайшее могущество и сокрушает его самомнение. Израдно, натерпевшись от энергии Господа Вишну, Шива вернулся в свое обычное умиротворенное состояние. Таким и должен быть преданным и следует сохранять спокойствие в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах. В Бхагавадгите 6.25 об этом сказано так. Ясминский то, надухина, куруна пи, вичай льятэ. Какие бы испытания не выпадали на доле преданного, он никогда не теряет самообладание, потому что твердо верит в Верховную Личность Бога. Такая свобода от гордыни присуща только самым возвышенным преданным, один из которых является Господь Шамху. Открыла в финале, ванешвари. В Ишапхана сутадевит пранамамихариприя. Ванчакалпатарубьяча. Крипасинзубья ивача. Патитанампо. Ващнавэбья. Намамханаха. Намам вишнопадая. Кришна, пришта и бутылыш. Матхи бхакти виданта. С вами и тянаминэ. Намастэ. Сарасвати Дэвой. Гаврованни Прочаринэ. Не решешешу вневаде. Пасэтя дышатаринэ. Джайши Кришна, Чайтанья, Прабуни Тянанда, Сиядвайта, Гадатхара, Швядьго, Рапах, Тавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Харе Харе. Так, у нас три темы, они очень больших, они на протяжении всей этой главы и в моем стихе в частности также. И здесь тема гордости, мада, вожделения, кама и шива лучше из преданных. И три темы я как ни пытался, то есть их очень сложно вписать во время. Друг, я буду очень быстро говорить, но если я не успею, кому надо идите на служение, идите на завтрак. Но темы жизненно важные, нам надо их разобрать. И Бхагава там построен в формате истории, лилы. И это максимально такой формат, который для нас был приятный. И мы сегодня будем разбирать то, как шива вроде бы как падает, и Господь его испытывает. Но надо понимать, что перевод слова лилам, по крайней мере, мой самый любимый. Лила, ли это объятие, а ла принимающие. Это обмен объятием между преданным и Господом. Но помимо этого, в деяния Господа его преданных много уровней. Поэтому один из уровней это то, что называется, скажем так, это учебное посудьбе для того, чтобы мы могли преодолеть этих наших внутренних врагов. То есть Господь шиван всегда на трансцендентном уровне. И это лишь для обусловленных таких душ, как мы, это проявление их сострадания. И по факту Лила, Господа, учит чему? Что такое любовь и что такое любовью не является. То есть это основная функция. И вот Кришна, Он по своей природе, Пропада ввел такой термин, Сунун Бонум, абсолютное благо. Абсолютное благо. И Кришна рано относится ко всем живым существам. Ну, фактически мы являемся его детьми. И он сам говорит, что, несмотря на то, что он понимает, что мы все разные, он не является имперсоналистом, несмотря на то, что все мы его дети, но он с каждым из нас строит отношения в соответствии с нашим уровнем сознания. И он является зеркалом. И он сам говорит Бхагадгите, что я отношусь к живым существам так, как они относятся ко мне. Ну, более такое четкое определение. Одно из имен Господа — это Абхава Грахи. То есть Абхава — это вкус, а Граха — это притягивать. И он привлекается нашим именно вкусом. В чистом виде это раса, а в обусловленном состоянии он считывает наше настроение, и буквально он строит с нами отношения в зависимости от нашего уровня сознания. И он отец наш, и поэтому есть в ведической культуре четыре типа взаимоотношений, показаны на примере животных, млекопитающих. И есть отношения, как четыре вида — это рыба, черепаха, птица и обезьяна. И вот в зависимости от нашего сознания он строит с нами такое же отношение. И четыре, скажем так, этапа на духовном пути — это карми, потом гьяни, потом йоги и потом бахты. И вот он строит отношения таким способом, что к карми, благочестивым карми, он проявляет свою форму, как баладжи. Баладжи знаем, да, то есть он, закрыв глаза, стоит, не смотрит, и вот так рукой показывает, татаска благословляет. То есть живое существо не обращает внимания на Бога, он ему не интересен. Он ему интересен, мы хотим хлеба насущного, еще чего-то. Поэтому он точно так отображает наше настроение, мы не хотим видеть его, он пока не смотрит на нас. То есть у них такое — бери, бери все, что хочешь, пытайся быть счастливым. Уже следующий уровень, уже совершенно другой. Это уже принцип отношений, как рыба строит отношения со своими детенышами. Она мечет икру и потом при помощи взгляда поддерживает их процесс формирования. И вот из четырех живых существ, которые приходят к Богу, то есть страдающие, нуждающиеся, любопытные и ищущие абсолютную истину, гьяни считаются наилучшими. И вот уже с гьяни он строит отношения, гьяни обращаются к Богу, они пытаются видеть его, смотреть, увидеть его, потому что это стадия, когда они начинают понимать, что все повторяется, весна, осень, лето, то есть они видят какие-то закономерности, они видят, что мир состоит из законов, и они естественным образом приходят к пониманию, что если есть закон, то есть и законодатель, то есть Личность, которая это создала, и они пытаются увидеть ее, обращают уже свой взгляд на Бога. И Господь, Он уже тоже смотрит на них, то есть Он поддерживает их процесс именно, ну, избавление от обусловленного состояния, то есть через тем, что Он постоянно смотрит на них и таким образом наделяет их силой. Уже третий тип взаимоотношений — это отношения черепахи к своим детенышам, и он так строит отношения именно непосредственно с йогами. Что делают йоги? Они пытаются увидеть Господа в своем сердце, они пытаются его, они уже понимают, что есть сила, которая всем управляет, а не просто сила, это Личность, и они пытаются увидеть ее в собственном сердце. И вот Господь, они думают о нем, они постоянно пытаются думать о Господе, и вот уже Господь, Он строит отношения таким образом, что Он думает о таких йогах, вот как черепаха думает о своих детенышах, и так помогает формироваться их телу. И уже четвертый тип отношений — это бахты. И вот с бахтами Он строит отношения по принципу птицы. По принципу птицы, то есть птица что делает? Она откладывает яйца, и она поддерживает, скажем так, процесс творения, формирования тела этого при помощи собственного тепла, при помощи температуры тела. И вот Господь бахтам Он согревает, Он их поддерживает, процесс их формирования, потому что Он постоянно с ними, и Он постоянно поддерживает их своим теплом. И несколько месяцев назад я, по-моему, говорил, что у каждой части тела Господа есть свои функции и есть свои особенности. И мы постоянно читаем и видим то, что постоянно вайшнавы говорят, и везде в священных писаниях, что надо занять положение уступ Господа. Уступ Господа, уступ Господа. И почему именно уступ Господа, потому что может показаться, что это какая-то аллегория, что-то очень красивое, но оно непрактично. Мы понимаем, что это смирение, что нет какой-то такой, скажем так, научной основы. Но на самом деле говорится о том, что уступ Господа, особенно эта форма Кришна-Схема-Сундара, когда его чёрное тело очень красивое, расписано, и вот эта красная полоса, красные стопы, это символизирует, что там колоссальная температура, просто колоссальная температура, как лава. И когда мы склоняемся к Господу, чем ближе мы к Нему, тем процесс именно сжигания наших анард происходит быстрее. То есть, по сути, такой процесс энтропии, то есть постепенного распада наших внутренних врагов. И два самых главных врага, которые не дают нам покоя, которые в священных писаниях называются ворами и грабителей, это именно гордость Мада и Кама, вожделение. Они фактически что делают? У нас в Калиюга особенно очень мало благочестия, очень мало благочестия, и они воруют всю нашу энергию, всю нашу сукритию, просто то, что мы должны направить на то, чтобы мы духовно развиваться, они уводят наше сознание, забирают всё наше внимание и энергию на то, чтобы удовлетворять именно собственные чувства. И вот эти враги, мы самостоятельно, с этими врагами мы самостоятельно не сможем справиться. Они настолько могущественны, и, ну вот, скажем так, когда мы просим о милости Господа, то мы должны понимать, что вообще мы просим. Потому что я когда, ну, все, наверное, приходят в движение, все понимают, по словам милость, это там, ну, немножко нам динжат подбросят, там, там, что-то в семье наладится, там, работу поменяют. Ну, мы рассчитываем, что милость вот такая будет. Ну, такая милость он проявляет кормии там благочестивым, потому что Шрила Пропад говорит, что кормии благочестивые — это редкие души, это редкие души, их надо уважать. То есть к своим преданным, которых он согревает теплом, как вот это стопы, он уничтожает температуру анархии, он проявляет милость в форме испытаний. То есть поэтому, если мы просим о милости, если мы хотим много милости, то надо ожидать, что в нашу жизнь прилетит очень много испытаний и очень больших. Вот почему? Потому что Кришна по своей природе, Он перфекционист, Он такой трансценденталист-перфекционист. Он хочет, чтобы преданный был идеальным. Идеальным, потому что идеальный духовный мир, он требует соответствующей клавилификации, чтобы живое существо, то есть оно было идеальным. И я не помню, я уже забыл историю искусства, но помню выражение, по-моему, это всё-таки был Микеланджело, и когда его спрашивали, как вы делаете свои шедевры, он говорил, очень просто, я беру кусок мрамора и отсекаю всё лишнее. И вот Господь отсекает всё лишнее, всё то, что мешает нам именно стать квалифицированным для того, чтобы полноценно развить с ним отношения. И вот эта глыба, кусок, который надо отсечь, это первое, это Мада, гордыня. И одно из имён Кришны Маданамахан. И один из переводов Маданамахан, Мада — это гордость, а Моха — иллюзия. Тот, кто уничтожает гордость и иллюзию. И вот на протяжении Бхагата мы видим, что у многих преданных высокого уровня появляется это настроение гордости. И Индра много раз, полубоги. И начинаются, как правило, большие истории, потому как Господь избавляет своего преданных, проявляет милость, посылает на него страдания. И чем выше уровень, тем выше уровень страданий. И нам надо понимать, что если мы стремимся занять высшее положение в организации или ещё где-то, то надо чётко понимать, что уровень испытаний, соответственно, будет расти. Так как унизили Шиву, наверное, никого не унижали. Потому что, ну представьте, да, то есть при появлении Махини Мурти, что у него произошло у Шивы? Шива проявил вот этот момент, что несмотря на положение, на уровень, гордость, она может проявиться в нашем сознании. В 8.12.8 в этой главе он появился и говорит, что, говорит, слышал, что при видимом Махини Мурти демоны потеряли вообще понимание, зачем они пришли сюда, что они тут делали. Они полностью попали под её влияние и, грубо говоря, пали. А полубоги с большим скрипом так или иначе смогли преодолеть это препятствие. Вот. И он сказал, у него там было настроение, что уж раз Девы смогли устоять, то, конечно, я Маха Дев, я обязательно пройду это испытание. И Кришна очень чётенько реагирует на это настроение. Он испытывает соответствие с его положением. То есть что происходит? Появляется Махини Мурти, Шива, что с ним? Он в присутствии собственной жены бегает голым за чужой женщиной. Ну, то есть, ну, очень некрасиво выглядит. Потом в присутствии своих адептов, последователей, которые медитируют на Шивы, мудрецы, которые описано, что вот они смотрят на него, как на идеал, а отречения и боготворят, видят, как их фактически гуру голый бегает за женщинами. То есть так разрушить именно репутацию и имидж может только Кришна. То есть буквально он не оставил от его эго просто ничего, мокрое место. И мы потом разберёмся, как Шива смог, почему он лучший. Но вот такие явления, они описаны очень часто. И Кришна не смотрит. Наоборот, его любовь проявляется тем, что он своим близким спутником, он проявляет особую, по материальным мерам, скажем, жестокость. Но это для того, чтобы преданный быстрее выздоровел. И помните, как Арджуна, как он испытывал Арджуну несколько раз. То есть первое, что у него было, помню, как Бхагава там есть этот эпизод, и в Кришном Верховной Личности Бога, когда в Двараке начали происходить странные вещи, у одного брахмана рождались дети и сразу исчезали. И сразу исчезали. Этот брахман приходил к Ядовому, он говорит, я идеально выполняю свою дхарму. Я все соблюдаю, я делаю там все эти пуджи, все, 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 что у меня нет ни единого зацепки, чтобы в моей жизни происходили такие события. Поэтому это вы в шатре не выполняете свой долг, поэтому нарушается вся система, весь баланс, поэтому вы виноваты, потому что исчезают мои дети, вы не можете меня защитить и выполнить свою дхарму. И это из года в год повторялось, и в одном из раз Аржуна как раз находился в Двараке, он гостил у Кришны. И он, увидев вот этого брахмана, который предъявлял такие претензии, он вдруг начал говорить, что я тебя защищу, я, я не какой-то там Ядов, я настоящий кшатрин, не декоративный, у меня лук Гандивы, у меня Яшиву победил, я непременно смогу защитить своих детей, и если у меня это не получится, я войду в огонь. И Кришна смотрел на него очень серьезно, он подумал, опять он играет Бхагавана, опять он играет роль Бхагавана. И что он сделал, помните, когда эта Браминя должна была родить, позвали за Аржуной, говорит, вот ваш звездный час, берите Гандиву и идите защищайте, выполняйте свой обед. Он приходит ночью с этим луком, с тетевой, ждет асуров, демонов, тут слышит плач ребенка, то есть родился, понял, что надо быть очень внимательным. И потом он слышит, что плач затих, он слышит крики Брамини, джай джагана, джай джагана, джай бладев, джай суббра, джай шагурра, джай шагурра, джай шагурра. И потом он что делает? Он слышит голос плачущей Брамини, которая потеряла ребенка, и сетование этого Брахмана, который выбегает и говорит, ты хуже, чем ядов. Те, по крайней мере, молчали, а ты пытался нам не сказать, что я защитил, ты обнадежил нас, и ты не выполнил свой долг, ты вообще как бы никто. И Аржуна был потрясен, потому что он не выполнил слова, но он при этом человек чести. И Кришна наблюдает, он не вмешивается в этот момент. И Аржуна идет, собирает дровишки, собирает дровишки на костерчик, на который он должен сгореть. И Кришна его не останавливает. И он собрал эту кучку, все сложил, и только в последний момент, когда уже Аржуна на грани жизни и смерти, он говорит, поехали, поищем детей. И они начали летать во всей Вселенной, помните, вышли за пределы, за оболочки Вселенной, попали к Махавишну, и Махавишну говорит, дети у меня, я так рад вас видеть, я просто хотел вас увидеть там, все. Но он, вот эту гордость Аржуны, он ее уменьшил до необходимого уровня, до такого достаточного, приемленного. И Аржуна вернулся очень смиренным. Вот. Поэтому это явление нормально для преданных, это не надо думать, что у кого-то там выстрелило, и все это. Это падше, это какой-то демон, или еще что-то. Ну, это эпизоды жизни, которые надо проживать. И думать, что не будет у нас, как бы, рецидивов тоже, тоже. Потому что на той же Курукшетри, в 16-й день, когда убили Абхиманию, сына Аржуны, то Аржуна, помните, это очень хорошо показано именно в сериале Махавкараты, 13-го года, когда Аржуна стоит и перед всеми кшатриями гневно говорит, завтра, до солнца, я либо убью Джайадратху, либо войду в огонь. И очень классно показано, говорит Аржуна, а сзади стоит Кришна, то есть его облик, и Кришна так закатывает в глаза, говорит, опять он богаваник, опять как бы, и он все повторяет для того, чтобы привести его в чувство, привести его в чувство. И можно подумать, что это кшатрии, у них природа такая, а вот брахманы, брахмачаи, или еще что-то, они защищены, то есть у них меньше вероятность попасть под такую раздачу. Вот однажды я слушал лекцию давно Лакшмина Райны Махараджу, и он рассказывал интересную Махараджу. Ну, по сути, да, он много сделал. Лакшмина Райна, он сделал очень много. И он рассказал очень удивительную историю с Нарадамуни, как Нарадамуни споймал гордость, и как его полечили. Очень хорошо, очень быстро, очень четенько. Вот. И однажды Нарадамуни, он путешествовал по вселенной, повторял святые имена, у него был такой Харинама Тур вселенского масштаба. Он возвращается, приходит в конечную точку, приходит к брахме и говорит, отец, все, как бы, фестиваль, марафон Шрилы Проквады закончен, я распространил больше всех книг, я распространил больше всех шариков, я, ну, вот, в общем, я занял первое место, как бы. И потом он говорит, ну, в общем, нету преданных, я видел многих, да, ну, нету преданных такого уровня, как я, ну, объективно, ну, что ты сделаешь. И брахма думает, господи, где он там был, блин, кто его там покусал, как бы, что с сыном, что с ним сделали, как бы. И в этот момент они слышат голос, голос с неба, Акаша Вакию, который говорит, что Нарада, ты не являешься самым лучшим преданным, не являешься, тебе надо еще поучиться, отправляйся в Харатаваршу, в деревню, и ты там увидишь Грихаску Шудру, Грихаску Шудру, и, говорит, и ты у него многому научишься. И Нарада такой в шоке, он приходит в эту деревню, смотрит, очень такое, среднестатистическая хижина, все, он вечером появляется, там он приходит, и Лакшмина Нарайна очень интересно рассказывает появление Нарада, он говорит, здравствуйте, я Нарада, тот самый, ну вы читали обо мне, там, свод, как там, или еще что-то. И этот Шудра очень простой, это был конец дня, он еле живой был, уже от проведенного дня, он ему отдал свое место, оциновку, где он должен был спать, и он просто падает от усталости, и последнее, что смог сказать, этот грехас, он сказал Нарайна, и рухнул на землю, и в воздухе заснул, и так отключился. И Нарада смотрит по сторонам, смотрит, куда я попал, как бы, не Божество, у него панчататва там, не все книги Прабхупады, наверняка там, три раза их не прочитал, как бы, наверняка, как бы, ну, попахивает Тамасом, вот, и в таком настроении он засыпает, утром он просыпается, и что происходит, он открывает глаза и видит, что этот грехас, это Шудра, говорит Нарайна, встает и идет, ни Мавений толком, ни Мангаларати толком, ни там, Гуру Пуджу, ни Шримадбагава там, ничего, сразу там, семейные обязанности, дела, дела, дела там, и все, и целый день, так как он был не богат, у него не было ни лошади, ни быка, и он пахал клугом без лошади, то есть, это колоссальный, тяжелый труд, он делал это в течение всего дня, был физически сильно развит, и вот целый день он на солнце пашет, и вечером все повторилось, приходит, он выразил уважение Наради, накормил его, все, и падает опять, и говорит, Говинда, Говинда, он не нравится, он говорит, Говинда, и засыпает, падает и засыпает, и у Нарады критическое настроение, все растет, 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 говорит, Наверное, я неправильно понял, Наверное, не мне надо поучиться, а я его должен очистить, я его должен, ну, поучить, что такое бахти, Наверное, я неправильно понял, как бы не услышал, вот, и ночью он засыпает, и слышит голос, ну, этот же голос, он говорит, Нарада, я прошу тебя завтра, набери полную чашу молока, под вотерлинию, и сходи в соседнюю деревню, обойди ее три раза вокруг храма, и вернись назад, вот, и Нарада так и сделал, набрал эту чашу молока, пошел, каждый шаг он контролировал, и, ну, потому что любая капля пролитая, все, ну, пересдача, не зачет, он вернулся вечером, и теперь он уже, как этот Шудра был, падает, и на воздухе засыпает, изможденный, уставший, как бы, и просто рушится, и засыпает просто на лету, и ночью он опять видит сон, и слышит этот же голос, он говорит, Нарада, ну, как, как денек, он говорит, ну, шикарно, как бы, ну, вот, еле живой, как бы, говорит, ну, ну, а как, и он говорит, ну, я выполнил твои условия, говорит, а зачем ты меня вообще сюда к нему привел, а зачем мне вот это испытание с молоком, что ты хотел, говорит, Нарада, как у тебя со святым именем, повторялось, он говорит, да не очень, не сильно, говорит, ты хоть вспомнил меня хотя бы раз, говорит, да я постоянно был на эту чашу сконцентрирован, боялся разлить, не успел, говорит, а этот Шудра два раза повторяет, говорит, поэтому ты понял, кто ты, и он тогда стал очень смиренным, очень сдержанным, и он понял свое положение, этот рассказ сделан, сделан мной для того, чтобы вдохновить грехас, потому что десятилетиями у нас развивают комплекс неполноценностей, что вот за рулем повторяют, это всем грехаскам, с двумя, с тремя детьми, с женами, с мамами, с работами, со служением, которые просто как этот пахарь, как бы с утра встают и в этом колесе, то есть Кришна понимает наше состояние, он понимает, что практиковать, быть в Брахмачаре или жить в храме, это Вайкунха, храм Вайкунха, и оставаться здесь в сознании Кришны, скажем так, достаточно легко, вот, а когда ты попадаешь в мясорубку материального мира, тогда происходят очень тяжелые вещи, и он смотрит на вот этот уровень, когда мы в критической ситуации, вот в неблагоприятных условиях, может, что мы делаем, мы забываем Бога или мы его помним, и Кришна очень ценит это, поэтому в зависимости от уровня, от высоты нашего вот самомнения, он посылает нам страдания, и вот когда мы десятилетиями рассказываем, что преданный, для него самое главное, это проповедь и повторение святых имен, и куда бы он ни попал, в ад или еще куда-то, самое главное, вот оставаться в таком настроении, то вот Господь непременно пришлет испытание и проверит нас, действительно ли мы соответствуем вот этому уровню, он непременно за 90 километров от фестиваля поставит ТЦК пост и отправит потом нас в ад, ну, на полигон, в место, где как раз люди готовы принимать Господа, вот они перепуганы, они испуганы, они нуждаются именно как раз услышать что-то о Господе, вот, и когда мы как бы убегаем, то это говорит о том, что, ну, как-то, вот это испытание Господа для того, чтобы наше сознание привести в чувство, нашу вот эту аханкару и свое понимание, что мы там являемся уттамадхикари, потому что очень важно сдать внутренний и внешний экзамен, внутренний и внешний экзамен, потому что, допустим, я так вот думаю, сидят люди, ну, там, в критических условиях, у них самое тяжелое испытание в жизни, тут появляются преданные, да, проповедуют, и потом они раз исчезают и убегают, раз, и то есть я поверил им, я поверил, я услышал, что да, Кришна это Бог, все, а потом спрашиваю, а где они, а нету их, ну, вот, и получается, что обманули, обманули, и все проблемы наши, что мы как бы, ну, обманываем людей, мы сами верим в свой уровень высокий, возвышенный, и таким образом мы вредим себе, своему духовному росту и вредим также и организации в целом. Как гордыня может помогать? Как гордость, не гордыня не может помогать, но как гордость может положительно влиять на нашу духовную жизнь? Пример Шрилы Папупады. Поднимаются они со своим учеником по... куда-то их пригласили, к неятельным людям. Поднимаются по лестнице, поднимаются по лестнице, и в этот момент там было зеркало огромное, большое, и он смотрит на себя в зеркало и видит, что этот ученик такой, ну, момент, что Прапупада в свойственном манере, высоко подняв голову, говорит, какой бриллиант, какой бриллиант. И ученик смотрит и думает, что, ну, что-то вот не так, что-то как-то Прапупада ведёт себя не так. И потом он следующей фразой снимает все вопросы. Он говорит, создал мой духовный учитель. Создал мой духовный учитель. Вот эта гордость, она возвышает. И Шива, здесь говорится, что он прошёл, сдал экзамен, каким образом, потому что так, как его размазали, то есть это трудно представить. И что он говорит? Что я горд за моего Господа. Я горд. 37 стих предыдущих, он ключевой в этой истории. Он говорит, я горд за своего Господа, потому что он сокрушил мою гордыню. Он сокрушил мою гордыню. Наша философия называется шахти паринама мады, вада. То есть мы ничего не избавляемся, и мы очищаем. Мы очищаем. Шахти энергия паринама. Трансформация вада – это философия. И ещё раз повторю, у нас внутренние и внешние враги, которые и экзамены также. Самый блестящий пример, на мой взгляд, как трансформировать именно негатив в позитив, это история, как это сделал Видура. Когда Драупади раздевали, когда он выполнил свою, скажем так, он сдал свой внешний экзамен, он действовал как настоящий вайшнав, он защищал её до последнего, и потом что сделал Дурятхана? Он начал его оскорблять. Он начал говорить, что кто позвал этого сына служанки, кто позвал этого шудру, кто позвал эту змею, которую мы пригрели. В общем, описано, что каждое слово Дурятханы попадало в Видури, в сердце, в сердце, причиняя ему невыносимую боль. На теле человека есть мармы. Мармы – это нервные окончания узлы, которые, если попадают по всему телу, очень больно. И самый большой узел в области сердца, то есть и в него могут попасть только те, кого мы туда пускаем. То есть это близкие люди, это муж, жена, родители, дети, все друзья, кого мы пустили в сердце, те могут попасть в эту точку. И описано, что ему было каждое слово Дурятханы пробивало его сердце и причиняло невыносимую боль. После того, как он понял, что он не может повлиять, он сделал всё, что мог. В Рупаде происходили эти события, Кришна её защитил. Он выходит совершенно опустошённый и ставит на входе в зал собрания лук, оставляет и идёт дальше. Это символизировало, что больше он не отвечает, не берёт ответственность за этот род. То есть всю жизнь он посвятил, это был символ, что я снимаю с себя всю ответственность, я больше не буду их защищать, я больше ничего не буду делать. И в итоге, то есть что произошло дальше? Он чувствует эту жуткую боль, а потом он её начинает процесс трансформации. То есть это уже внутренний экзамен для Ведуры, внешне он сдал внутренний экзамен. И он начинает думать, что на самом деле я всю жизнь хотел путешествовать по святым местам, я всю жизнь хотел общаться с садху. И Дурьядхана меня освободил, он реализовал вот это моё желание. И то есть он трансформировал боль в благодарность. Вот это уровень, который показывает, что преданный сдаёт внутренний экзамен. Внешне это дхарма, мы должны действовать себя идеальным образом, в соответствии с дхармой. А внутренние, вот эти отношения с Богом, это экзамен куда более тяжёлый. Вот, и у нас вот Шива, это как раз идеальный пример того, как сдавать экзамены. Шива является, потому что, почему он лучший из байшнавов, он является одним из 12 махаджанов, 12 махаджанов, это 12 самых великих учителей Бахти. И сам Шива, всё, его действия, его образ, всё показывает, почему он является именно такой личностью. И я, наверное, года полтора назад описывал 8 знаков Шивы, то есть его атрибутов, почему он является наилучшим. И просто описывал их, а сейчас хочу их просто напомнить, но в другом ключе, что мы должны развить в себе подобное настроение, и тогда, мы скажем так, будем очень активно прогрессировать. Первое, что делает Шива, отличает от остальных, это то, что у него, он принимает на голову потоки Ганги. Помним, как Ваманадев сделал вторым шагом, он пробивает оболочки Вселенной, причины океана попадают во Вселенную, попадают на стопы Ваманадева, и это уже Черенамрита, которая идёт через всю Вселенную, проходит. Остановить её не может ничто, ни одна планета не выдержит такого удара, она будет просто смещена с орбиты и утонет в океане Карамы. И вот Шива показывает, что он принимает этот поток Ганги, останавливает, и таким образом он, скажем так, это символ того, что он живёт не для себя. Он живёт не для себя, он живёт, при том, что у него внутренний баджан, но при всём при этом он не отстраняется от происходящего, и он проявляет сострадание ко всем живым существам. Полубоги, они тоже считаются лучшими из вайшнавов. Почему? Потому что они, вот этот, когда Ганга, Шива принимает первый удар, она начинает растекаться, с его тела, они золотыми кувшинами, они просто берут её, зачерпывают и переливают. Внешне это выглядит как с пустого в порожье, как бы они ничего не делают, но таким образом они причастны. Они показывают, что они понимают, что задача вайшнава, то есть так же жить не для себя, то есть они участвуют в этом процессе. Второй символ Шива, это то, что у него синее горло, не лаканха. И мы помним, что он выпил яд, начало истории было, он выпивает яд хала-хала, который невероятно токсичный и мог уничтожить всю Вселенную. Опять-таки он живёт не для себя. И помните, он задержал этот яд от болевого шока, у него посинело горло. И я рассказывал, что яд кобры один из самых сильных, проводили эксперименты. Если он попадает в кровь, если у нас нет антидота, то мы летали, ну, 108% вероятность смертельного исхода. Но если яд кобры в желудок наш отправить, то мы его спокойно перевариваем. Мы его перевариваем, у нас максимум изжога. То есть, ну, такое неприятное ощущение в теле. Вот. И почему Шива держал его в горле, а не пустил его в желудок? Потому что описано, что между шеей и желудком находится сердце. А в сердце находится у Шивы Ситара, его Иштаде, божество. И для того, чтобы не причинить ему беспокойства, он держит, терпит эту боль, чтобы не расстроить их. И это пример нам того, что, ну, тоже мы в процессе духовной практики у нас будут какие-то вещи, которые причинят нам беспокойство. И мы можем подумать, что вот, ну, как-то потерять веру в Бога или там предъявлять ему какие-то, там, не знаю, претензии или обиды. То вот этот процесс, он показывает, что надо терпеть, надо пережигать. То есть, это пережжется. Ну, по большому счёту, Господь очень оценит, если мы не будем его по пустякам как-то беспокоить. Хотя он готов и рад выполнять, ну, фактически, заботиться о любом нашем желании. И второе, почему он не выплюнул, грубо говоря, назад этот яд, а терпел эту боль, это символ того, что Шива понимал, что живые существа могут отравиться. Могут отравиться очень конкретно. И поэтому, это также нам пример, что процесс, когда у нас будут сжигаться анархи, это очень такой, токсичная штука, будет очень сильно выделяться. Всё, яд, и мы должны терпеть, грубо говоря, не осквернять лишним сознание других преданных с какими-то своими процессами или что-то, что происходит у нас в сердце. Мы должны заботиться о состоянии сознания других живых существ. Вот. Третий, ну, поэтому это пример, это то, что возвышает преданного. Третий, вот знак Шивы, почему он считается выдающимся вайшнавом, это то, что вот его имидж, образ, его стиль невероятный. то есть, вот эта кобра, которая рядом с ним, она очень, ну, я когда увидел, было, подумал, класс, дизайнер, очень хорошо поработал, очень круто, как бы. И это символизирует то, что что Шива, он постоянно в настроении ученика, то есть, вот эта кобра символизирует связь его с духовным учителем. Учитель Шивы, это Ананташеша, который своими тысячами устами повторяет святые имена постоянно. И то есть, это пример того, что мы постоянно, ну, изначальный наушник, это кобра, изначальный наушник, мы постоянно должны слушать шабду, трансцендентный звук, то ли в форме лекции, то ли в форме Киртона, то есть, наше сознание должно быть постоянно связано с трансцендентной именно реальностью. Четвертый знак Шивы, это то, что он тело, его все покрыто пеплом. Символ какой, что мы должны понимать, что это тело временно, и у нас должен быть здоровый баланс. Также понимать, что человеческая форма тела и тело, тело и само тело, это инструмент, благодаря которому мы можем именно развить свои отношения, можем заниматься преданным служением. Но оно не должно быть стать нашим божеством. Мы не должны, то мы к нему должны уважительно относиться ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы оно было способно служить. В определенный момент это станет препятствием, и как Шриман Вритрасура, когда в Лиле, когда он сражался с Индрой, когда Индра был побежден, у Индры была ваджра, и Индра был растерян, то Шриман Вритрасура, он его вдохновлял, он говорит, бросай, бросай эту ваджру, Господь на твоей стороне, она сработает. Говорит, тело, это последнее препятствие, которое отделяет меня от Бога. То есть на таком уровне, нам радо будет расстаться с ним, и в какой-то момент мы должны будем понять, что тело, это последнее препятствие, которое отделяет нас от Бога. Пятый знак Шивы, почему? Это то, что он принимает в себе в служение ядовитые цветы, и все лучшие цветы он хочет, чтобы они уходили именно Господу. Но это принцип того, что все самое лучшее мы должны посвящать Господу, а пропадал какой-то эпизод, я помню, что строили в храм, и условий никаких, я не помню, в Индии храм был, и все рассказывают, что пропадал что-то ищут, он говорит, где моя курта, где моя курта, где моя курта, и все такие, где курта пропадал, они говорят, а там в конце строительной площадки в постирочной, он говорит, срочно принесите. Приносят эту курту, и пропадал по карманам достает две руки, и говорит, на Кришну я могу тратить лакхи, миллионы, а на себе я должен экономить. То есть все лучшее принцип какой, Вальшнава, который будет действительно прогрессировать, не на тебе Боже, что мне не гоже, возьми Господь, если я вижу плохой холодильник, не свой старый отдать, ну, есть возможность купить. Вот, шестой принцип Шивы, Парвати сидит у него всегда на коленях, и это вот этот, ну, пример для Вальшнава в грехах, то есть, с чем занимаются Парвати и Шивы, Шива, они обсуждают Бхагаватам. Шива первый рассказчик Бхагаватам, Парвати первая слушательница. То есть, в центре у преданного должен быть какой-то процент, какая-то анга преданного служения, то ли поклонение божествам, ну, грубо говоря, в центре должен быть Господь. Седьмое, это то, что Шива пятью своими устами, он повторяет святые имена постоянно, и при любой возможности он делает это непрерывно. И восьмое, это то, что Шива прост. Он прост, и качество простоты, не простоватости, а простоты, очень редкое. Очень редкое, и знаете, как я слышал одного преданного, он говорит, как понять реализованную Личность или нет. Он говорит, очень просто, ему не надо доказывать никому ничего. Он уже доказал тому, что кому надо было. Поэтому он все доказал, поэтому он может говорить очень просто, и не думать, не имитировать высокий уровень, не имитировать адхикари, не призывать к каким-то вещам. То есть, он очень простый. Он очень прост, и Шива очень просто удовлетворить. Я приводил пример с кувирой, как он проявляет вот это качество, как он замечает, как его еще качество, то, что он видит, может найти сам, грубо говоря, достоинство даже там, где его нет. Кувера был самым нищим и самым слабым живым существом во Вселенной. Он был вором и таким трусливым, что он боялся даже кому-то в карман залезть или что-то стащить, потому что боялся, что ему отрубят руки. И он нашел способ поддерживать тело, он обворовывал храмы, он обворовывал сельские храмы, он ходил по деревням и видел, что плохо лежит, и воровал, продавал, получал пару гривен и жил за это. И он пришел в один из храмов и увидел, что такой он бедный храм, такой старый, там и брать нечего, и уже хотел уйти, а увидел, что там вверху, оказывается, висит старый медный кувшин. И он подумал, вот, я пару гривен за него получу. И он дождался ночи, зашел, начал пытаться снимать его, а понял, что он очень высоко. И он, этот храм был Шивы, и этот кувшин был над Шиволингомом. И Шива влез на него стопами над Шиволингомом, не Шива, я имею в виду Кувера, встал на него, залез и взял этот кувшин, и в этот момент эта алтарная засияла светом, появился Шива, Махадев, улыбающийся, и сказал, я очень доволен тобой. И Кувера в шоке, он говорит, мой Господь, ну, прости меня, я самый последний вор, и сегодня я совершил самую жуткую аппаратку, которую я мог себе представить, я стал на тебя стопами. Он говорит, это ты так видишь, а я смотрю на это по-другому. Говорит, все мне приносят молочко, цветочки, там, еще что-то, а ты мне предложил самого себя. Говорит, и я знаю твои мотивы, я знаю всю твою пхаву, пхаву агрохи. Говорит, я благословляю тебя на то, что ты будешь самым богатым существом во Вселенной, он делает его Кувера и Казначеем полубогов. То есть Шива поступает, вот эта простота и искренность, и он также следует за своим духовным учителем. Фактически точно так поступил Рамачандра, когда появился Вибишина, когда, помните, перед Ланкой, перед битвой, и он сказал, что я твой, я предавшаяся тебе душа. Да, у меня демоническая форма тела, да, у меня все, но я предавшаяся тебе душа. И тогда Рамачандра сказал, что любой, помните, да, кто скажет, что я твой, с этого момента он под моей защитой, он является моим преданным. Вот это качество такого искренности, простоты, которая именно у Шивы очень-очень сильно развита. И Шива это тот, кто уничтожает Кама-дева. По проклятию Кама-дев будет уничтожен, испепелен именно Шивой. И вот по Каме, Кама, ну, энергия, изначально Кама, с ней невозможно бороться. С ней невозможно бороться. Мы говорим, что мы не боремся, мы очищаем. Мы направляем энергию на очищение. И что происходит? Я почти чуть-чуть остался, закончу. Потому что это все касается, особенно молодых бахт. Что происходит? В изначальном состоянии Кама это Ади-раса наша, это наша бескорыстная, безусловная, чистая любовь к Богу. Просто в соприкосновении с гунами она скверняется и трансформируется в то, что мы хотим использовать всё и всех вокруг себя, вокруг удовлетворения собственных чувств. И принцип какой? Если эта энергия нас сильно не беспокоит, мы можем становиться брахмачари, мы можем вести отвлечённый образ жизни, но если эта энергия приносит нам беспокойство, то ведическая культура очень хорошо с ней работает. Очень хорошо с ней работает, у неё всё очень сильно отлажено. То есть для этого есть такой формат, как грехаска ашрам. Грехаска ашрам, то есть это наилучшее средство, там всё прописано, как сделать так, чтобы вот эту энергию очень быстро очистить. В полном смысле слова грехаска — это тот, у кого есть жена, и у кого, если Бог дал, то есть дети. То есть это грехаска в полном смысле слова. Почему? Потому что семейный ашрам — это ягья, это жертвоприношение. И я слушал когда-то лекцию Шилбактияна Гасвами Махараджи, он говорил про ритуалы. Он говорит, что в основном ведическая культура перенасыщена ритуалами, которые все забыты. В основном они уже не популярны. Он говорит, но виваха ягья по-прежнему мега популярна, и в ней очень большой, в каждом элементе большой смысл есть. И вот говорит, что девушка и юноша, они чётко понимают, что у них есть эта энергия, у них есть материальные желания. И что они делают? Они пытаются её не прятать под ковёр, не ещё что-то. Они пытаются правильно с ней работать. То есть есть духовные технологии. То есть они применяют именно духовные технологии. Что происходит? Вот этот процесс, когда жена, невеста и будущий муж, они во время ритуала бросают зёрна в огонь. То есть это подразумевается то, что они понимают, что у нас есть эти желания, мы хотим много вещей реализовать, поэтому мы просим Господа, чтобы мы реализовывали эти свои желания в процессе яги, в процессе семейных отношений, именно совместных проживаний, чтобы они сгорели у нас, то есть сгорели, чтобы мы их прожили, мы потеряли к ним вкус и шли дальше. То есть вот в таком формате, то есть греха с кашем работает первоклассно с этой энергией. Потом они ходят семь раз вокруг огня, это символизирует то, что семь раз у семьи будут испытания колоссального уровня, когда каждый посчитает, что я сам к Богу приду быстрее. То есть меня это сдерживает, меня это обуславливает, я теряю время. И вот каждый круг, каждый экзамен, когда семья проходит молодая, то есть уже не молодая, то они повышаются на одну ступень выше, 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 и так они с каждой ступенью не приближаются к Богу. Вот, поэтому, ну я как-то говорил, что существует три вида счастья, материальное, духовное и от преданного служения. То есть материальное – это от материальной деятельности, когда мы благочестиво живём. Духовное – это счастье, когда мы соприкасаемся с гуной благости, то есть мы почувствуем, что такое, когда низшие гуны на тебя, ну это религиозная идея, когда низшие гуны на тебя не давят. И счастье от преданного служения, когда мы реально ощутим вкус от этого и поймём, что два предыдущих вида счастья, они не так привлекательны. То есть только когда мы почувствуем выше вкус, мы спокойно оставим вот это. И поэтому, на мой взгляд, существуют два способа. Надо либо прожить, либо же вымолить, либо же вымолить, чтобы меня эта энергия не беспокоила. Если же, ну более безопасный путь, особенно в Кали-Югу, это греха с кашем, вы прожили и идёте дальше. Если же мы сымитируем кто-то, какой-то свой трансцендентный уровень, утамадхикари, то потом получается, что саньяси в 60-70 лет или ещё как-то, то есть у них залёт по четвёртому регулирующему принципу. Это говорит о том, что просто человек не прожил это и не вымолил у Господа. И поэтому ему пока это то, что не даст ему пройти дальше. То есть не потому, что так ему макают головой, это то препятствие, которое не даёт ему продвигаться выше, и поэтому Господь проявляет к нему милость, то есть возвращает его, как в детских играх. Есть такой, когда мы кидали 100 ходов, и на 97-м, если ты попадаешь, то на старт попадаешь заново. Поэтому безопаснее всё это прожить, регулировать, исследовать и идти дальше. Чтобы мы понимали, что такое Камадеф, насколько это могущественная энергия, мы просто себе не представляем, потому что фактически Камадеф и его семья управляет материальным миром, то есть мы являемся почти всем марионетками в их руках. Появление Камадефа очень интересно описано в книге «Вкус дикого мёда» Шилбактян и Госвами Махарадж в полном варианте. Я лишь чуть-чуть расскажу, что одна из задач Брахмы, заселение, то есть он вторичный творец, он проявляет Вселенную, и одна из его задач — наполнять Вселенную живыми существами. И особенность отличия ума Брахмы от нашего с вами, что любая мысль Брахмы, она сразу принимает материальную форму. Она сразу принимает материальную форму, и он только об этом подумал, из его ума сразу появилось 10 мудрецов, 10 праджапати, ну и вместе с ними сад вагуна. Они должны были именно заселять Вселенную. И Брахма подумал, что дело сделано. Но потом он смотрит, что они ничего не делают, они сидят и просто катхуют, Кришна катха, и всё, они дальше никуда не двигаются. Вселенная пустует. И только он подумал, что что-то не то, и сразу же его мусьль трансформируется, и появляется первая женщина. Называется имя Санхья, то есть Сумерки. Сумерки. И когда эти Брахманы, и с ней появляется Раджагуна, и когда Брахманы увидели Санхью, дочь Брахмы, они сошли с ума буквально. Они подскакивали, они покраснели, у них начал выделяться пот, они начали друг перед другом прыгать, показывать, насколько они привлекательны и могущественны. И когда Брахма увидел собственную дочь, это тоже очень сильный такой пример, что он сам испытал к ней, скажем так, чувства не совсем отцовские. И когда он почувствовал вот это ощущение, из его ума появился Камадев. И когда появляется Камадев, происходит вообще, все забывают про эту Санхью, про эту Матаджагу, и все бегут к Камадеву, все мудрецы и Брахмы, и кричат, о Кама, Кама, о Прекраснейший, о Мада-Мада, о Сводящий с Ума, о Продъемно-Продъемно, о Ослепительно-Сияющий. То есть это не то, что у них какие-то проблемы, сексуальные были, это то, что показания, какая сила, могущество у олицетворенного Камадева. Его оружие, если нам кажется, что это такое, ну, такое какое-то, не сильное препятствие, он обычно такой, в романтических одеждах, его лук, он Мадана, по-моему, называется, то есть Сводящий с Ума, он сделан из тростника. У него пять стрел, пять стрел рассолила, наверное, неделю назад рассказывала про эти пять стрел, я просто дополню, что пять стрел, цветочных стрел, то есть они имеют колоссальную разрушительную силу. Первая стрела называется Харшина. Харшина переводится как несущая радость. То есть когда мы, ну, грубо говоря, влюбляемся в кого-то или еще что-то, у нас первая стрела, когда пронзает наше сердце, она имеет свойство, знаете, как обезболивающее, как такое, как, ну, не знаю, там, у нас ощущение такое, что мы не понимаем, что нас уже подстрелили, и у нас ощущение, что вот мир, весна, все цветет, все, ну, у нас такое, мы одеваем, так сказать, вот такие, мы смотрим фильтр розовый, и мы смотрим на все через эту призму. Потом вторая стрела называется Рочана, по-моему, Рочана, она переводится как наполняющая вкусом. Вот это настроение расширяется, мы хотим всех обнимать, мы забываем про все проблемы, мы ничего не видим, у нас только, только хорошее, только такой позитив, и это вторая стрела, которая пробивает наше сердце. Третья называется Мадана, сводящая с ума, то есть мы больше ни о чем не можем думать, кроме объекта нашего внимания, то есть у нас такой Самадхи, 7 на 24, все, как бы, мы все, мы не можем, мы ни о чем не можем думать, только, ну, вот у нас такая концентрация полнейшая. Уже четвертая стрела, когда уходит у нас это обезболивающее, мы начинаем понимать, что мы, ну, мы попали, то, что называется, называется Шошино, Шошино-Иссушающее. Иссушающее, это когда объект любви и нашей привязанности не отвечает нам, и либо же люди расходятся, то человек в таком состоянии, он теряет полностью способность позитивно мыслить, он постоянно в депрессию, не ест, не пьет, не спит, это такое, такое медленное увядание. И если ему на этой стадии никто не поможет, то пятая стрела, финальная, называется Марана, то есть несущая смерть, то есть тогда сколько случаев, когда, помните, там, юноши, девушки кончают жизнь самоубийством, или там разошлась пара, кто-то тоже, как бы, не смог восстановиться и опускается до самого низа. Вот, семейное положение Камадева. У Камадева жена, рати, любовная страсть, и их, у них двое детей, девочка и мальчик. Девочку называют кришна, то есть жадность, а мальчика называют кротха, гнев. И вот это семейство, оно полностью контролирует практически все живые существа. И внешне они выглядят очень такими благочестивыми, но по факту являются невероятно жесткими хозяевами. Шива единственный, кто может, он побеждает их каким образом? То есть победить именно Каму можно тремя способами. Шива делает аскетизм, первое, второе, отреченность, и третье, постоянная медитация на стопы Господа. И в Ромаине, я заканчиваю последнее, что хотел сказать, в Ромаине каждый герой имеет также определенный символ значения. Сита олицетворяет душу, Ланка — это материальное тело, которое сгорает, то есть в конце концов оно будет уничтожено. И наша Аханкара — это Равана и Кумбакарна. Равана — я, то есть я — Бхагаван, а Кумбакарна — моё. И сын Раваны — это Индражит, он олицетворяет как раз вожделение и каму. Равану. Равану и Кумбакарна убивает Рамачандра и Индражита убивает Лакшман, то есть духовный учитель. То есть мы и в том и любом случае мы не должны быть пассивными зрителями и слушателями, то есть за нас эту работу никто не сделает. В первом случае убить каму надо совместно с духовным учителем, всячески принимать участие, а второе уничтожить, трансформировать Аханкару ложное эго в истинное мы должны совместно с Кришной, то есть мы должны ему позволить, мы должны ему разрешить, потому что на самом деле почему процесс такой долгий и тяжелый, потому что мы не даем согласия на серьезные изменения в нашем сердце. Поэтому Шнематбагава там это учебное пособие, оно показывает то, каким образом мы можем избавиться от всех этих врагов, от всех этих грабителей и воров, которые мешают нам и очень успешно продвигаться на духовном пути. Все, что я успеваю, я все, что мог, выкинул, преданные. Но вот есть вопросы, только громко. Брама Нанда, Прабу, слушаем. Спасибо за лекцию. У меня или вопрос, или дополнение, как бы разобраться надо. Вы сказали, в своей лекции, что Господа, что его унизили. Причем очень сильно унизили, и меня это как бы немножечко так... Потому что я считаю, что эта история чисто личная, и никто его не унизал. Просто сделали такое доказательство, что победить возделение практически невозможно, и бороться с этим практически невозможно. те же истории могут быть и с Нарадо Муни, который пришел как-то к Брахме и сказал, отец, я победил возделение, все, 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 все. Что сказал Брахме, говорит, молодец, сынок, только никому не говори. Но он дошел все равно до Вишну, и Вишну сказал это. И что тогда сделал Вишну? Он бы тоже доказал, но никто никого не унизал. Верно? Верно. То, что произошло с Ивой, я как бы читаю между строк, и вы об этом говорили, что можно думать одно, мы можем думать про другое. Я как раз думал о другом, что никто его не унижал, и никто не видел с полубогов и так далее, как он гнался за Махинемурти. Но я вижу, мое мнение никто не видел. Видели только потом следы залежи золота и серебра. Все, Харь Кристос. Хорошо, да, я допомню, отвечу, что мы говорили, что взаимоотношения Господа и Его преданных, они очень сокровенные, но при всем при этом это учебное пособие. И я, дело в том, что Его действительно видели, в 34 стихе описано, что мудрецы смотрели, как Шива бегают обнаженным. Вот, это было заметно, это к тому, что, когда к нам приходят испытания в жизни, ну, то есть, это не показатель того, что Господь о нас забыл и то, что Он нас не любит. Чем сильнее испытание, тем, по большому счету, Он делает так, чтобы мы склонились ниже, ближе к Его стопам, чтобы процесс горания вот этих препятствий на арх проходил быстрее. То есть, и на уровне Шивы Он показывает, ну, кто еще выше Шивы. Если мы думаем, что попадают в какие-то неприятности только начинающие бахты, то это большое заблуждение. Попадают все. Важно, как мы их преодолеваем. То есть, с каком настроении. Если мы понимаем, что испытание, которое к нам пришло, это милость, и потом мы говорим, спасибо, Господь, что Ты сокрушил мою гордыню, потому что я взорвался, или еще что-то. Вот этот экзамен сдан, и Вишну и говорит, что я доволен Тобой, и Ты устойчив, устойчив. То есть, это не значит, что Ты пал навсегда, навеки. То есть, Ты показываешь, что Ты, по большому счету, преодолев этот экзамен, потому что мы ступени, это как? У нас приходит какая-то милость в форме испытания. Если мы ее преодолеваем, мы поднимаемся на шаг выше, на ступеньку, ближе к Богу. Если нет, мы отопщимся на месте. Вот, поэтому это лишь часть того, что в этой истории рассказано. Про нее, я думаю, сядет там, ну, Тарун Кришна Матхурата или кто-то, и вы можете сказать, я думаю, в другом ключе и найти другой урок, как бы, поэтому и для этого существует парампора, для этого существует парампора, это принцип линз, линз, как бы, вот эти разные линзы на разном расстоянии, они приближают объект, то есть, и раскрывают объект более глубоко, поэтому уроков здесь огромное количество, ну, практически там 50 будет стихов, это все различные уроки. Да, но никак не унижение. Я не считаю вас. Хорошо. Но никак не унижение. Брахмананда, я вас обнимаю. Я преданный хочу, он очень хороший лектор, и я уже просил, чтобы ему дали возможность прочитать, поделиться его сознанием Кришны. Я просил, как бы, и, ну, может, меня услышат, что он уже прошел и все, и бахти, и вайбхавы, и все, что только можно. Он прекрасный рассказчик, он настоящий вайшнав, и у него очень большое сердце, и он всегда, он меня согревал. У меня критическое такое мышление, он всегда меня согревал. На время духовного пути мы вместе строили фестивали, и давайте, я был бы очень рад услышать вашу лекцию, искренне, вашу Шримад Бхагаватан. Благословим? Рибу! Единственное, что он просил, давать ему время на подготовку. Все, я лично приду на ваш Бхагаватан. Гарри Кришна. Рам Гарашни, Матбагаватан, Киджай. Рам Гарашни,